Здравствуйте, уважаемые телезрители, и, конечно, с праздником вас, милые дамы. Мы очень рады встрече с вами в эти замечательные весенние дни. И, надеемся, наша сегодняшняя передача также поднимет вам настроение. Ведь сегодня в нашей программе вы увидите. Четверть века вместе. Ассамблее народа Казахстана исполнилось 25 лет. Низкий поклон и слова признательности. Как День Благодарности отметили в Алматинской области. Приятного аппетита. День татарской кухни отпраздновали в Ассамблее. Буквально неделю назад мы отметили один из самых главных праздников для представителей всех этнокультурных объединений. День создания Ассамблеи народа Казахстана. 25 лет назад на исторической карте нашей страны появился уникальный институт дружбы, ставший примером для многих стран мира. Государство мира и согласие. Именно так за годы независимости в мировом сообществе себя обозначил Казахстан. Добиться такого имиджа стране удалось благодаря мудрой политике первого президента. Немалую роль в этом вопросе сыграло ядерное разоружение и создание уникального института дружбы – Ассамблеи народа Казахстана. Идея создания Ассамблеи впервые была озвучена Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году на форуме народов Казахстана, посвященном первой годовщине независимости. 1 марта 1995 года вышел указ президента об образовании Ассамблеи народа Казахстана со статусом консультативно-совещательного органа при главе государства. Прототипом Ассамблеи по праву можно назвать Ассоциацию национальных центров и обществ, которая действовала в ЖТСУ еще в 1992 году. Именно на встрече с ее членами во время проведения первого форума народов Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал о том, что форум необходимо перевести на постоянную основу. Нурсултан Абишевич вышел и он начал говорить. Он сказал, что самое драгоценное у нас в республике – это дружба народов. Вот эту дружбу он сказал, нам надо сохранить и создать, он сказал, ассамблею согласия и мира, как он. Когда он сказал создать ассамблею мира и вот этого согласия, вот тут в одном едином порыве мы все поднялись, встали и заплодировали. И вы знаете, я тогда почувствовала, что, вы знаете, вот витает вот этот дух, единство. После обретения независимости повсеместно стали открываться национальные объединения. Одним из первых в Талдукургане был создан русский центр. Свою деятельность он начал в 1992 году. Тогда перед этнокультурным объединением стояли главные задачи – сплотить народ и сохранить свои традиции. Произошло разъединение государств. Каждое государство стало независимым. И это был шаг для сохранения и консолидации общества. Культурные центры показывали народу, что мы живем в государстве, где мы имеем равные права со всеми абсолютно. Когда был развал, действительно у людей создалось состояние неуверенности. И вот на тот момент именно культурные центры, которые создавались, они дали эту уверенность. Я могу сказать, что был выбран правильный курс. Мы все живем в мире единства и согласия. Главной движущей силой независимого государства должен был стать народ – сплоченный и миролюбивый, который направит свою энергию в русло созидания и построения государства с крепкой и правильной внутренней политикой. Это понимали все. Потому именно в период первых шагов независимой страны в Талдукургане появилась аллея дружбы. Я хочу, чтобы эта дружба была настоящей, крепкой. И слово «дружба» – это непривнесенное на то, что есть на самом деле. Надо, чтобы люди дружно шили вместе, чтобы преодолеть дружность. На сегодня Ассамблея народа Казахстана стала уникальным институтом для всего мирового сообщества. Неся главную миссию – единение народа, этот орган активно участвует в реализации множества проектов, позволяющих представителям разных этносов не терять свои корни и при этом быть полезным своей стране – Республике Казахстан. Вот уже пятый год, в день рождения Ассамблеи народа Казахстана, мы отмечаем еще один замечательный праздник – День Благодарности. Сегодня этот день стал ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. День Благодарности – душевный и в то же время грустный праздник. Ведь в этот день народ Казахстана вспоминает трагические моменты своей истории. В годы массовых репрессий в нашу страну было депортировано свыше одного миллиона человек разных национальностей. Одними из первых в казахстанские степи попали представители корейского этноса. В августе 1937 года корейское население Дальнего Востока было подвергнуто насильственной депортации на территорию Средней Азии и Казахстана. В течение осени в Казахстан были переселены свыше 20 тысяч корейских семей, а это более 95 тысяч человек. С этого времени берет начало история корейской диаспоры в Казахстане. Депортированных везли в холодных товарных вагонах и выгружали в степи. Им практически не оставляли шансов на жизнь. Многие погибли в пути, другие не смогли пережить первую суровую зиму. Печальную историю своего народа должны знать будущие поколения. Чтобы молодежь правильно воспитывать, именно в идеологическом плане, правлением ассоциаций корейцев Казахстана ведется большая планомерная работа. И вот в этом руководство с этим привлекли ученых-востоковедов. И в настоящее время принято решение о создании, выпуске именно книги о трагических страницах истории прошлого. Чтобы таких моментов в новейшей истории не было. В 30-е и 40-е годы в Казахстан были переселены целые народы. Поляки, турки, чеченые нгуши и курды. Их с открытой душой приняло местное население. Делились, вспоминают очевидцы, буквально последним куском хлеба. В честь благодарности мудрому и миролюбивому казахскому народу и было решено вести праздник День Благодарности. По уже сложившейся традиции, потомки депортированных народов в этот день встречаются на горе Бастабе, где был установлен монумент Казах-Халкана Меналгыс. В форуме, посвященном Дню Благодарности, участвуют представители всех 40 этносов, проживающих в Каратальском районе. Казахская земля – это благодатная, благодатная. Люди очень добрые, отзывчивые. Почему? Потому что именно в тот период, в 1937 году, когда прибыли депортированные с Дальнего Востока наши этносы, наши отцы и деды, на тот момент казахи, которые пережили до этого периода голод, холод, несмотря на это, они протянули руку помощи, дали кровь, пищу и, самое главное, надежду на то, что у нас, у детей есть будущее. Сегодня в Аматинской области проживают представители более 100 этносов, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие и процветание родного государства. Немецкий этнокультурный центр «Видергебург» несколько лет назад начинали свой проект по озеленению южного побережья Балхаша. Сотни, 100 гекторов, более 100 гекторов земли было засеяно с Аксаулом. А после трагедии наводнения села Казлагаша, Аксулского района, по инициативе членов Ассамблеи народа Казахстана, были построены баня, спортивный центр для детей Казлагаша. За активную работу в разных сферах развития и пропаганду межнационального согласия и мир в честь праздника благодарственными письмами были отмечены представители этнокультурных объединений, средств массовой информации и воинских частей. В честь Дня Благодарности здесь, в областном доме дружбы, прошел еще один замечательный праздник. Это ароматное торжество собрало за единым дастарханом представителей разных национальностей. В этот день все участники праздника в полной мере смогли погрузиться в культуру татарского народа. Танцы, песни и, конечно, угощения, что еще нужно для настоящего торжества. Столы, как говорится, ломились от блюд, только посмотрев на которые просыпается аппетит. И это не говоря о том, какие волшебные ароматы витали в этот день в стенах областного дома дружбы. Гости праздника могли угоститься такими блюдами, как чак-чак, учпучмаки, зурбелеш и многое-многое другое. А активисты татарского центра тем временем с удовольствием рассказывали о традиционной кухне и блюдах, без которых не обходится ни один татарский праздник. На свадьбу невесту с женихом встречали именно с медом, с маслом и с чак-чаком, чтобы их жизнь была как мед, как хлеб и как масло. День татарской кухни – праздник международного масштаба. Он ежегодно отмечается во многих странах мира. Алматинский областной татарский центр «Тугантель» также старается чтить традиции своего народа. Главная цель нашего мероприятия – это, конечно же, популяризация нашей татарской культуры. Сегодня участники татарского центра, активисты, приготовили различные национальные блюда, которые все могут здесь продегустировать. Наш центр на протяжении более 30 лет занимается деятельностью, которая сохраняет традиции и обычаи татарского народа. Особым подарком День татарской кухни стал для представителей старшего поколения. Это стало еще одним замечательным поводом для встречи. А кроме того, на праздники прозвучали любимые музыкальные композиции, которые никого не оставили равнодушным. По традиции Ассамблеи народа Казахстана на праздник собрались представители разных этносов. А потому неудивительно, что в этот день были исполнены не только композиции на татарском, но и танцы других народов. Ассамблеи народа Казахстана на праздник собрались представители старшего поколения. Масленица и рукодельники, которых в Алматинской области немало. Кстати, на днях в Талдукульгане прошла ярмарка рукоделия, а была она приурочена к самому веселому весеннему празднику Масленица. О том, как прошла сама Масленица, мы расскажем вам прямо сейчас. Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Этот праздник достался нам в наследство от языческой культуры, сохранившейся и после принятия христианства. Есть несколько легенд о появлении названия праздника Масленица. По одной версии, при помощи блинов, которые были символом солнца, люди умасливали солнышко, пытались привлечь его милость, уговорить его побольше греть замерзшую землю. По другой версии, название появилось от того, что сами блины были масляные. «Эй, зима холодная, снежная, дремучая, провожаем зиму мы и сжигаем чучело». «Масленица, масленица, масленица неделя, на горах катаемся, блинами объедаемся». Именно так и принято отмечать этот веселый, любимый многими праздник. Правда, в этом году масленица выдалась по-настоящему весенней. А потому молодые люди, совершенно не боясь замерзнуть, сбросив в себя одежды, залезали на столб за призами. Да, и это тоже самое традиционное занятие на масленицу – завоевывать призы. Благо, возможностей для этого хватает. Спортивные соревнования самые разнообразные – армрестлинг, перетягивание каната. Кроме того, участники праздника всегда могут попробовать себя в еще одном конкурсе – на поедание блинов. Но уж блинов в этот день было предостаточно. Гостей приглашали в чайные лавки «Добра», где можно было не только отведать румяных блинов, но и запить их ароматным чаем. «Хороший праздник, такой народный, все народы сближает. Ну и вообще дарит тепло». «Праздник очень интересный, много интересных игр, много интересных соревнований. Очень приятно, что для нашего города такое мероприятие». «Это праздник интернациональный уже стал, у нас многонациональный народ Казахстана. Все радуются, пришла весна. Всем удачи, счастья, всех вас с праздником, всем здоровья, счастья, хорошего настроения». Здесь же на площади перед областным домом дружбы в честь праздника можно было приобрести замечательные сувениры, выполненные руками умелых мастериц. Организаторы, а это по традиции областной русский центр, постарались продумать все. От угощений до яркой концертной программы. Именно так масштабно и весело прошла Масленица в областном центре. Впрочем, не менее красочно. Праздник встречи весны отметили и в других уголках Алматинской области. К примеру, в городе Уштабе взрослые дети с удовольствием сжигали чучело Масленицы, прощаясь зимой. И главное, все прощали друг другу былые обиды. Ведь Масленица совпадает с православным прощенным воскресеньем, когда принято просить и давать всем прощение от всей души. 8 марта – один из самых нежных праздников в году. Он самый весенний и романтичный. И сегодня нам бы хотелось рассказать вам о представительницах прекрасного пола, которые вносят свою лепту в укрепление мира и согласия в нашей стране. Ведь они представляют Ассамблею народа Казахстана. Сегодня в Ассамблее насчитывается свыше 70 этнокультурных центров. В каждом из них трудятся очаровательные представительницы прекрасного пола. Вот уже 10 лет болгарский центр возглавляет Дарья Ярополова. 15 лет бессменным заместителем председателя Чеченского центра является Ася Ибрагимова. Немало наград имеют член Ассамблеи народа Казахстана Наталья Белик. Неоднократно был отмеченный труд заместителя председателя областного русского центра Ларисы Котельниковой. Особых слов достойна председатель польского просветительского общества Полония Елена Корсева. Большую работу ведет и руководитель китайского центра Кумыстамыр Людмила Мазова. В Ассамблее народа Казахстана в основном у нас более 50% работают женщины. И сегодня мы с радостью поздравляем наших коллег, всех женщин, матерей, сестер наших коллег Алматинской области с праздником 8 марта. Это замечательный праздник мира, любви, добра. Желаю всем семьям счастья, благополучия и успехов. Среди членов Ассамблеи есть такие женщины, которыми по праву может гордиться вся Алматинская область. К примеру, обладатель ордена Парасад, ордена Достык и многих других наград Ассил Осман. Немало наград имеет и почетный член, можно даже сказать, ветеран Ассамблеи Светлана Гаитова. Одной из тех, кто также стоял у истока по Ассамблее, является руководитель общества Дружбы Казахстан-Корее Клара Хан. Дорогие дамы, поздравляю вас от всей души с 8 марта. Желаю вам счастья, любви, долгих лет жизни и много-много радости. Немало интересного можно рассказать и о таких удивительных женщинах, как Карина Гаспарян, Галина Путахиди, Зинаида Волкова, Наталья Тифанциди, Асия Ахметова, Руфина Усанова. Работу по укреплению межэтнического согласия в нашей стране ведет и Совет матерей, созданный при Ассамблее народа Казахстана. А возглавляет его прекрасная женщина Жамал Ваймадиева. Хочется поздравить от всей души наших дорогих, любимых, красивых дам, мам, девушек, бабушек, женщин с наступающим праздником 8 марта. Хочется пожелать от всей души любви, здоровья, успеха во всех начинаниях, красивой жизни, настоящего женского счастья. Мы вас любим, мы вас обнимаем. А сколько еще замечательных женщин работают в Доме дружбы и секретариате Ассамблеи. Организационные моменты также лежат и на хрупких плечах специалистов секретариата Ассамблеи Леолим Куникбаевой и Сауле Сурабалдиновой. Конечно, рассказать о всех представительницах прекрасного пола, которые преданы Ассамблеи, не получится. Но в эти светлые весенние праздники искренне хочется пожелать им всем счастья и благополучия. Лучшая женщина, самая лучшая, ангел небесный в гостях на земле. И простодушная, и непослушная, только такая и нравится мне. Лучшая женщина, самая лучшая, ангел небесный в гостях на земле. Лучшая женщина, самая лучшая, и простодушная, и непослушная, только такая и нравится мне. И нравится мне. Время нашей программы подошло к концу. Мы прощаемся с вами ровно на две недели. Еще раз с праздником вас, милые дамы, любимые наши бабушки и мамы. Всего вам самого доброго, мира и согласия вам и вашим семьям. До свидания.